Wi-Fi комплект камеры из России до 10 тысяч рублей. Привет, с вами Легит. Часто люди просят меня подсказать какой-нибудь проверенный комплект Wi-Fi камер с Алиэкспресс. Ну, так как у них либо нет возможности, либо просто не хотят протягивать провода от регистратора, либо от роутера до камеры, хотят просто повесить камеры, подключить их к питанию и всё. Сейчас я вам покажу комплект от завода Mowles на камеры и комплекты, которые я, кстати, уже делал множество обзоров на своём канале. Кстати, можете перейти и посмотреть. Качество их оборудования очень крутое, уже несколько лет висят на объектах, причём в разных климатических условиях и всё хорошо. Кроме того, так, для справочки, на их заводе делается пара российских брендов, входящие в пятёрку лучших. Вообще комплект заслуживает особого внимания. Во-первых, он работает от приложения TUE. Это такое удобное мобильное приложение, объединяющее в себе множество разных систем, такие как видеонаблюдение, охрана и даже какие-то бытовые приборы. То есть всё управление, диагностика, просмотры находятся всё в одном приложении, и согласитесь, это удобно. Ну, а во-вторых, очень важный момент, то, что этот комплект поддерживает аналитику обнаружения движения только человека. Соответственно, оповещения при обнаружении движения к вам в телефон будут приходить только самые актуальные, потому что эти камеры уличные, и без этой аналитики они бы срабатывали и прислали вам уведомления об обнаружении движения на всё что угодно, там, на листву деревьев, на прилетающих птиц, собак, кошек и так далее. А здесь вы, получается, будете получать только актуальные сообщения при обнаружении движения человека. И немного забегая вперед, скажу, что эта аналитика работает даже получше, чем у многих дорогих комплектов, о которых я рассказывал ранее. Ну и в-третьих, немаловажный и тоже очень приятный фактор, это его цена. В 10 тысяч рублей вы можете приобрести комплект из 4 камер, регистратора и всего сопутствующего, то есть в районе 130 долларов. Получаете полноценный комплект со всем необходимым для подключения. Единственное, что без жесткого диска, потому что жесткий диск это такой момент опциональный. Кому-то нужен терабайт, кому-то 2, кому-то 10. Все в зависимости от того, какое время архив вам нужен. Ну и четвертое, это наверное все же самое главное, это качественное оборудование и тот качественный результат, который вы получаете. В общем, давайте уже посмотрим, что там входит в комплектацию. Покажу, как он легко подключается буквально там в два приема и справится с этим вообще абсолютно любой человек. И естественно покажу образцы, как он снимает днем и ночью. Такой вот коробке поставляется внутри регистратора в защитном воздушном пакете. В отдельной коробке находятся персонально 4 блока питания для каждой камеры. Уже, друзья, вижу небольшой недостаток. У большинства комплектов с Wi-Fi видеонаблюдением в каждой камере идет блок питания с длиной шнура около 3 метров, который в большинстве случаев вполне хватает. Хватит ли метрового? Ну, как бы сомнительно. Скорее всего придется удлинять. Ничего в этом сложного нет, но когда не нужно с этим заморачиваться, это конечно гораздо лучше. То есть могли бы сделать шнур 3 метровой длины, но почему-то решили, наверное, сэкономить и поместили вот такой вот метровый. И пятый блок питания уже чуть большего размера, он для видеорегистратора. 12 вольт уже 2 ампера, у прошлых было 1 ампер. Шнурок короткий, но для видеорегистратора достаточно. Есть даже патч-корд для подключения к роутеру. Ну, то есть регистратор и вообще все системы к интернету. И вот такая вот мышка. Мышка, кстати, классная. Да, зачетная, вы посмотрите. Я такую же на Алиэкспрессе покупал. Это, конечно, бюджетная мышка, но гораздо лучше, чем те дешманские, которые кладут. Видимо, на мышке здесь не сэкономили. Видимо, это те деньги, которые на блоках питания были выиграны, вложили мышку. Потому что те мышки, они вообще рассыпались там быстро. Приходилось их всегда менять. Эту не придется менять. Она прям классная, четкая, эргономичная, матовая такая. Да, она дешевенькая, но практичная, реально практичная. Ну и в отдельных четырех коробочках, соответственно, находятся сами камеры. Матрица у камеры 2 Мп с разрешением 1920х1080 пикселей, то есть Full HD. Объектив фиксированный 3,6 мм, который в совокупности с размером матрицы дает угол обзора порядка 85 градусов, что вполне нормально. Под объективом находится светосенсор, который автоматически переключает камеру в ночной режим видения. То есть при наступлении полной темноты камера включает вот эти мощные 3 ик светодиоды нового поколения, которые обеспечивают дальность инфракрасной подсветки на расстоянии до 25 метров. При этом подсветка должна быть равномерной, потому что такие светодиоды используются в хороших, таких вот дорогих ПТЗ камерах. Вся камера целиком металлическая, лишь только вот эта часть козырька пластик, ну вот эта вот из АБС, все остальное металл. Это чисто Wi-Fi камера, у нее отсутствует порт LAN, есть только вот этот разъем DC для подключения к блоку питания. И вот здесь вот под герметичной крышкой находится кнопка RSS, то есть сброс до заводских настроек в случае, если вы будете менять, предположим, адрес, подключать к другому роутеру, чтобы камера забыла предыдущие настройки. В общем, итого 4 IP Wi-Fi камеры и видеорегистратор. Посмотрите, как надежно он упакован. К видеорегистратору еще идет файлик, в котором находится инструкция, такая логичная, понятная, схематичная и есть QR-код для скачивания мобильного приложения TUE. И в небольшом пакетике 4 винтика для крепления жесткого диска внутрь регистратора. У Movel свой собственный завод, поэтому их регистратор сильно отличается от других, но он просто не похож. Другой корпус, все абсолютно по-другому, здесь вот такая вот металлическая красивая пластинка, все под пленочкой, но сейчас отдирать не буду, то есть здесь вот такая вот типа хромовая жестяночка про пластиночка. Единственный небольшой минус, вот здесь отсутствует порт USB, как на некоторых видеорегистраторах, он очень удобен, когда вы скидываете архив на флешку. Конечно, это можно сделать и через один из этих портов, но когда спереди, как-то удобно, сподручно. Ну, опять же, это так, как, скажем, вкусовщина. Здесь порт LAN для подключения видеорегистратора к интернету, к вашему Wi-Fi роутеру через витую пару, через патч-корд. Старенький разъем VGA для подключения к монитору, есть также разъем более современный HDMI для подключения к современным видеомониторам. Два разъема USB, один для подключения мышки, второй, к примеру, как раз для подключения USB на оси, для того, чтобы скинуть какую-то часть архива. Ну и разъем DC для подключения блока питания. Также есть клемма заземления и вот такие вот Wi-Fi антенны. Регистратор хорошо вентилируется, в принципе, это холодная плата, холодный процессор, он спокойно справится без какого-либо дополнительного охлаждения. Диск установить легко и просто. Кстати, продавец отправил регистратора без батарейки, видимо, побоялся, что его вернут на таможне. Ничего страшного, они продаются даже на кассах, обычная батарейка 20-32 3-х вольтовая, сейчас мы ее поставим и все будет хорошо. Друзья, подключение самое что ни на есть простое. Патч-кордом, то есть святой парой от вашего роутера подключаете в разъем LAN регистратора. Все, интернет для удаленного доступа к вашей системе видеонаблюдения мы подключили. Теперь подключаем монитор для разных настройков, в моем случае через HDMI кабель. Готово, ну а чтобы управлять теми самыми настройками вашей системы видеонаблюдения, необходимо подключить мышку. Соответственно, в любой из USB разъемов, ну удобнее в нижней. И, конечно же, для питания видеорегистратора подключаем его к блоку питания, который предназначен именно для него. Конечно же, сами камеры также необходимо подключить к их блокам питания. Ну и то же самое я проделываю со всеми остальными камерами, только для наглядности вынесу их на улицу. Все камеры расставлены, подключены к питанию. Теперь я подключаю питание к регистратору. На мониторе появился логотип прошивки. И буквально через считанные секунды система видеонаблюдения включается и автоматически подгружает все камеры. Все, друзья, мгновенно сам все сделал. Вообще, сразу же все четыре камеры прогрузились. Просто легко. Так как диск только что установлен, появилась надпись о его форматировании. Пока выберу пункт «Игнорировать». Правую клавишу мыши мы вызываем меню. И, как видите, оно пока на английском языке. Кликаем на шестереночку с надписью «System». Здесь необходимо ввести пароль. Юзер уже прописался. Пароль точно так же, как и юзер. «Admin». «Admin» — это заводской пароль. Потом в будущем вы можете его поменять на любой свой. Обязательно его запишите. После введения пароля мы попадаем в меню, и нам необходим пункт «General». То есть, основные настройки. Именно здесь находится перевод на русский язык. Ну, или на тот язык, который вам подходит. В моем случае это русский. Выбираю и нажимаю «Save». «Сохранить». Что здорово, система даже не перезагружается. Просто вышла на главную, и после этого все настройки уже на русском. В самом верхнем углу это поиск и информация о подключенных камерах к видеорегистратору. Вот четыре камеры, и они все подключены. Переходя в основных настройках, конечно же, есть управление графика записи, где вы можете выставить, какие конкретно камеры, либо одна, либо все сразу, в какие часы, как будут записывать. По умолчанию записи ведется 24 на 7. Но если что-то нужно поменять, вы это можете сделать. Конечно же, есть пункт «Архива», то есть вставили флешку, и можете скинуть какую-то часть архива с жесткого диска на флешку. В настройке сети все вообще произошло автоматически, но если у вас вдруг не будет подключения к интернету, можете поставить галочку DHCP, и ваш роутер автоматически присвоит вашему регистратору IP-адрес. Соответственно, будет доступен удаленный доступ. В строчке P2P ID, в которой находятся два QR-кода, в одном из них ссылка для скачивания приложения, в другом ID номер видеосистемы. Абсолютно даром в PlayMarket или WebStore скачивается мобильное приложение, которое называется Tua, ну или Tua, в общем, как угодно. Регистрация в ней простая, обыкновенная, показывать не буду, думаю, разберетесь. Для добавления вашей системы видеонаблюдения, в правом верхнем углу нажимаете на плюсик, после этого также в правом верхнем углу нажимаете на сканер QR-кода. Разрешаете приложение доступ к вашей камере смартфона и сканируете QR-код на экране с ID номером системы. И буквально за считанные секунды приложение подключается к вашей системе видеонаблюдения. Ну то есть регистратор идентифицирован в сети по ID номеру, ну по ее заводскому номеру. Нажимаете завершить, то есть для удаленного доступа вам не нужен выделенный IP-адрес, система идентифицирует вас по ID. Все, камеры появились, кликаем на них, еще всплывают всякие подсказки, так как первый раз запустил приложение. Кстати, приложение определило язык смартфона и автоматически перевело на русский язык. И все, друзья, вот пожалуйста, я в онлайне вижу все, что там на объекте происходит, по сути, находясь в любой точке мира. Вы можете вот так вот переключаться по своим камерам и смотреть в полноэкранном горизонтальном режиме. Кстати, посмотрите, какое хорошее качество. Ну и если даже хотите, можно смотреть сразу 4 камеры, вот точно так же, как на мониторе. Это действительно удобно, потому что можно мониторить в режиме онлайн сразу 4 камеры и видеть, куда там движутся объекты. Кстати, про движение, вот обратите внимание, пришло оповещение при обнаружении движения именно человека. Вот здесь вот на третьей камере были зафиксированы велосипедисты и тут же пришло уведомление об обнаружении движения человека. Это круто. Вот так вот можно выйти. И вот, кстати, смотри, девушка идет. И тут же пришло еще одно оповещение при обнаружении движения. То есть на траву, листву, деревьев, прилетающие мимо мусорные пакеты, птицы, пробегающие кошки, собаки, реакции у камеры не будет. Только при обнаружении движения образа человека. Вот как видите, как я только попал в кадр, тут же пришло уведомление. Ну и вот вам на примере, посмотрите, как четко работает эта аналитика. Вообще шикарно, на таких огромных расстояниях даже самые маленькие объекты, вон из подъезда вышли, смотрите, тут же в рамке. При том, что это двухмегапиксельная камера, находящаяся на высоте третьего этажа. Честно, так четко работающий аналитик обнаружения движения человека на подобных камерах я просто не встречал, потому что на очень дальних расстояниях определяет именно человека. И лично для меня это вот прям фаворит вот таких вот подобных систем, а тем более комплектов видеонаблюдения. В любой момент вы можете нажать вот так вот на запись, и эта запись будет вестись напрямую к вам в смартфон. То есть параллельно она будет записываться на жесткий диск в видеорегистраторе, а это вот, когда вы вот так вот вручную нажимаете, это будет записываться к вам в смартфон. Что бы там на объекте ни произошло, предположим, пришло вам уведомление при обнаружении движения именно человека, вы вот так вот зашли, кликнули на запись, и все, и сохраняете это все в смартфон. Что бы я говорю, как там ни произошло, все это будет у вас и останется в смартфоне, это прямо отлично. Смотрите, как здорово аналитика работает, даже вот на таких расстояниях. Здорово, я только, ну а камера в Bavision видела такие, такую дальнюю сработку на вот такие небольшие объекты. Но здесь, конечно, женщина сидит с ребенком, немножко смешалась, поэтому камера на нее не реагирует. А так все абсолютно движения. Ну, кстати, смотрите, сейчас собачка будет пробегать, видите, на нее не реагирует камера. Камера реагирует только на людей, это прямо здорово. Вон, девочка даже пыталась колесо сделать, но камера знает, что она человек. Вот девушка идет тоже. Вообще, друзья, приложение Туя очень классное. Это, по сути дела, умный дом, совмещающий в себе разные предметы умного дома, управления, там вплоть до каких-то пылесосов. И вот здесь всякие умные розетки, освещение, то есть все всякие разные, да, чего-то только нету. Какая-то бытовая техника в том числе, которая поддерживает это приложение. В общем, здесь сами видите, роботы-пылесосы, духовки-пылесосы, кофемашины, замки всевозможные, то есть контроль доступа. Вот всякие датчики движения, датчики дыма, магнитно-контактные датчики, тепловые. Огромный перечень того, что можно привязать в это приложение и совместить такую некую свою экосистему. Друзья, абсолютно про все настройки этого приложения не вижу смысла вам рассказывать, потому что тут и так все на русском и, в принципе, все понятно. Расскажу лишь все самое основное. Что удобно в этом приложении, вы каждую камеру по отдельности можете настраивать. Это тоже большой бонус. Вот настройки нажимайте, то есть помимо общих настройок в регистраторе, вы можете удобно зайти вот прямо напрямую в каждую камеру и настроить ее по-своему. Информация об устройстве, это как называется камера, здесь ее можно там переименовать, в общем, для вашего удобства. Основной функционал. Перевернуть экран, если вы там камеру как-то вертормашками расположили. Функция инфракрасно-ночного видения, автоматически отключить, включить вручную. Настройка оповещения при обнаружении движения, тоже очень важная функция. Чувствительность здесь настраивается, оповещение при обнаружении движений, вот они сейчас приходят, если это выключить, то, соответственно, не будут. Обнаружение человека, о чем я говорю, то есть есть аналитика только при обнаружении человека, это огромное преимущество. Вот он, график можете выставить, по какому графику это все будет работать, вот добавить, нажимаете. В какие дни и часы конкретная камера будет переходить в режим охраны, обнаружения движений у человека. Если есть желание записывать архив на облачное хранилище, производитель так же, как и все, предоставляет свое собственное, которое так же, как и у всех, вы можете арендовать за определенную плату. Я обычно этим и не пользуюсь, поэтому даже показывать не буду. Тарифы у них у всех приблизительно одинаковые. Удобно, самые основные, ничего лишнего, просто вот так вот чисто для пользователей, которые ранее не имели опыта с видеонаблюдением, как обычный конечный потребитель, самое то, все перед глазами. Также, возможно, многим будет удобно то, что удаленный архив можно посмотреть у каждой камеры по отдельности. Вот здесь вот есть, во-первых, по обнаружению движений, вот видите, все как фотографии, так вот нажать и посмотреть непосредственно на видео. Как вы видели, обнаружение движения, видите, вот по-английскому написано, правда, но именно человека. Также и посмотреть удаленный архив прямо с этого приложения, архив жесткого диска, который у вас находится на объекте, и вы можете находиться при этом в любой точке мира. Вот повтор, здесь вот временная шкала, можете так вот по ней листать, просто сейчас я только что отформатировал жесткий диск, но если что, тот же день, либо какие-то определенные дни, видите, только сейчас вот появилось, 3 сентября. Вот, все это можете посмотреть и даже записать какой-то фрагмент, какую-то часть видео напрямую к вам в смартфон. Буквально в 2 клика вы сами видели, просто отсканировал QR-код и все, и камера, ну и комплект видеонаблюдения оказался уже здесь, все подключилось, вообще думать не нужно. Здесь, видите, даже есть уровень сигнала Wi-Fi. Уровень сигнала Wi-Fi, кстати, хороший, несмотря на то, что камера находится через толстую стену, через алюминиевый стеклобалкон и стеклопакет, который тоже создает помехи, плюс на балконе железа много. И тем не менее, уровень сигнала стабильный, камера хорошо работает, то есть на открытом пространстве расстояние от этого регистратора до камер, без включения ретранслятора составит, ну, около 25-30 метров по прямой видимости. Друзья, простите за повторение, но это реально очень удивляет, круто работает система. Смотрите, на каких расстояниях работает обнаружение движения, даже вот здесь вот девушка в подъезде сейчас стояла, и на нее сработала, да, аналитика, это здорово вообще. Совсем маленький, мало места занимает в кадре, а камера на него реагирует, это здорово прям, видите, все камеры на него реагируют, которые видят. Ну и меня сейчас, я здесь вот сейчас встала. Ну и как вы слышите, пришло еще одно уведомление с другой камеры. Вот меня камера так же опознала, как человека, видит, вот тоже мужчина идет, он тут вообще далеко, метров 40, наверное, 40-50, там, не знаю, где-то так. Здорово, аналитика работает, то есть этот комплект именно как охранный комплект, это самое то, видите, отображается такой силуэт человечка. Вот, как раз таки в разделе тревоги, вы можете настроить каждую свою камеру, либо все сразу одновременно. Если у вас есть поворотные камеры в системе, можно назначить им тур, обходы, то есть они могут поворачиваться в какую-то определенную сторону. И далее, что должно происходить в случае обнаружения движения? Отправка сообщений, звуковой сигнал от видеорегистратора и, к примеру, отправка фотографий к вам на электронную почту. Ну а как настроить электронную почту для того, чтобы она получала фотографии от видеонаблюдения, я уже рассказывал в одном из своих видео. Если кому это интересно, спрашивайте, я пришлю ссылку. Все настройки можно копировать и перекинуть на другие камеры. В разделе детектора вы можете также настроить каждую камеру персонально, либо все камеры одновременно. И даже выставить какой-то определенный график каждой камере персонально, в какие дни, в какие часы она будет работать в детекции движения. Ну и при наличии поворотных камер, можете задать им какой-то определенный сценарий их действий. Допустим, куда-то поворачиваться, сопровождать объекты и так далее. Ну и те же самые действия в случае обнаружения движения человека, что должно происходить? Отправка сообщений, звуковой сигнал видеорегистратора и отправка электронной почты. Остальное в настройках все просто. Управление жестким диском, события какие были, сброс до заводских и обновления. Опять же говорю, подробно рассказывать про каждый пункт, ну не вижу смысла, и так все понятно. Так просто для понимания покажу, что есть настройки персонально для каждой камеры, где вы можете ее построить под определенную локацию, под свой вкус и так далее. В параметрах мы видим очень важную информацию, то что кодек сжатия H.265+, один из лучших на данный момент. Разрешение камер 1920 на 1080 пикселей, то есть Full HD. Ну и здесь опять же дублируются персональные настройки каждой камеры в плане обнаружения движения. В общем, охранные вот эти функции здесь также есть. А этот пункт относится к прошивке каждой камеры через USB. Друзья, как вы видите, все очень просто. Даже для человека, который ранее не имел опыта с видеонаблюдением, в случае чего есть журнал, где все события, все перемещения, все изменения настроек также есть. Вдруг что кто-то напутал, можно вот так вот вернуться по истории и посмотреть, что кто сделал. Можно посмотреть статистику, которая показывает, что камера работает с весьма стабильным хорошим битреем при Full HD разрешении. Ну и как во всех комплектах, естественно, есть возможность просмотра архива с жесткого диска. Здесь она вполне стандартная, при этом можно просматривать сразу одновременно 4 камеры. Соответственно, поиск каких-то записей, каких-то моментов можно осуществлять при помощи передвижения по временной шкале. Для ускоренного просмотра поиска есть, конечно же, и перемотка. Ну и, конечно же, вы можете отфильтровать поиск по определенной дате, времени и по каким-то событиям. К примеру, при обнаружении движения с каких-то определенных камер. Нашли, допустим, какое-то интересующее вам событие, и можно прямо вот отсюда его вырезать и импортировать на USB флешку. Вообще, для сброса архива я вам показывал, и здесь вот в основном меню есть отдельный раздел. Вот нашлась моя USB флешка на 120 гигабайт, сколько занято, сколько свободно. Выставляете, с какой камеры, либо со всех одновременно камер вы хотите скинуть архив. С какой даты, с какого времени и по какую дату, по какое время. Нажимаете поиск. Определились все абсолютно записи с разных камер. Вот так вот выделяете галочками те, которые вам действительно нужны. Что удобно, справа отображается размер каждого файла, а снизу отображаются те файлы, которые вы добавили. То есть общий размер. Ну а далее нажимаете начать, и архивация начинается. То есть файлы перекидываются к вам на USB флешку. Ну и вот вам для понимания, как пример, фрагмент записи с одной из камер. Конечно, для Full HD разрешения расстояние с третьего этажа все же высоковато. То есть в идеале вешать камеру на высоту 3-3,5 метров. В таком случае видеонаблюдение у вас будет правильным. При этом, даже учитывая вот такие расстояния до объекта, в принципе, в цифровом увеличении можно разглядеть номера автомобиля, которые находятся через дорогу. Лично меня изображение более чем устраивает. Вот так вот поставить эти камеры где-то на даче или на частном участке дома. И это одновременно видеонаблюдение за обстановкой, в то же время сигнализация, которая оповестит вас в случае обнаружения движения человека. Ну а вот так камеры показывают в ночном режиме съемки. К сожалению, у меня сейчас нет технической возможности показать вам, как эти камеры показывают при полной темноте. И на улице сейчас есть небольшое освещение. При этом даже без освещения камера показывала бы приблизительно точно так же, разве что не так далеко. Но для понимания, 25 метров эти современные ИК-светодиоды точно обеспечивают хорошей равномерной ИК-подсветкой. Детализация ночной съемки также остается на удовлетворительном уровне. Что хорошо, аналитика обнаружения движения человека точно так же работает и в полной темноте. Друзья, я показал вам вкратце, конечно же, далеко не все возможности этого комплекта видеонаблюдения. Ну и вы все видели и посудите сами. За цену до 10 тысяч рублей вы получаете полноценный готовый комплект Wi-Fi камер. То есть 4 камеры со всем сопутствующим и видеорегистратор. Удобное мобильное приложение, где вы можете настраивать свою систему видеонаблюдения как только угодно. Можете удаленно просматривать в режиме реального времени все, что у вас там на объекте происходит, находясь при этом в любой точке мира. Или просматривать архив записи с жесткого диска или с облака, если вы его подключите. Ну и еще раз напомню, у этой системы видеонаблюдения есть аналитика оповещения обнаружения движения только человека. Ну и суммируя все это, это, пожалуй, ну действительно мой фаворит среди комплектов Wi-Fi видеонаблюдения. Я действительно считаю его на данный момент лучше за эту цену. Так что, друзья, если вам нужен подобный комплект видеонаблюдения, ссылку на него вы можете найти в описании под видео. Именно поэтому переходите, заказывайте, уверен, вам он понравится. В этом видео поделился своим опытом об этом комплекте, я надеюсь, это было полезно, и для меня будет от лучшей благодарности, если ты, дорогой друг, подпишешься на мой канал, поставишь палец вверх, поделишься этим видео в соцсетях, и вот приятный комментарий замотивирует меня продолжать стараться для вас. Тебе пусть я ко мне вот сильно поможет. С вами был Ёж, пока.